Здравствуйте! Это программа Город ТЭС и я Елена Чернявская. Сейчас купальный сезон уже завершен, но вопрос безопасности на воде не теряет своей актуальности. С наступлением календарной осени риски происшествий на воде не снижаются. Продолжается сезон рыбалки, а впереди опасности тонкого осеннего льда. Подводим итоги сезона с Натальей Васильевной Нестеровой, начальником отдела безопасности людей на водных объектах, главного управления МЧС России по Самарской области. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, мы с вами традиционно встречаемся. И перед началом сезона, вот сейчас мы с вами будем говорить о его завершении. Я попрошу вас сначала, конечно, подвести итоги сезона отдыха на воде и озвучите, пожалуйста, статистику происшествий в нашей области. Ну, как это ни печально, статистика, к сожалению, не радует нас цифрами. С начала года на сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 63 происшествия, в результате которых 51 человек, к сожалению, среди погибших числится пятеро детей. Спасено 27 человек. Если мы берем непосредственно купальный сезон, а в этом году мы считаем его начало 1 мая, то произошло 54 происшествия. То есть цифры, видите, какие большие. 45 человек погибло, пятеро детей, все пятеро детей утонули, погибли в купальный сезон. Поэтому цифры говорят сами за себя. Мы, конечно, много с вами беседуем, встречаемся неоднократно, ведем профилактические мероприятия. Но как показывает практика, как показывают наши цифры, они неумолимо растут. Чем чаще, тем, чем, вернее, раньше начинается купальный сезон, тем цифры статистики не радуют. Вот все-таки скажите, пожалуйста, а какой характер все-таки вот таких происшествий? И с чем это в первую очередь связано? Расскажите, пожалуйста. У взрослых это прежде всего купание вне зон пляжа, официальных пляжей. Сразу хочу напомнить, что пляжный сезон у нас закончился в области 15 сентября. Все 42 пляжа, которые были допущены к эксплуатации в этом году, они закрыты. Работа спасателей там нет. Завершена. Завершена. Температура воды, кстати, в Волге, ну, в среднем она 13,5 градусов. То есть, ну, для купания это некомфортная температура совершенно. Но, тем не менее, я извиняюсь, вас перебью, мы наблюдаем все равно отдыхающих на пляже, и нередко мы видим их в воде. Вот те люди, которые идут на такие риски, во-первых, со здоровьем, конечно. Во-вторых, своей безопасности. Кто за них отвечает? Они отвечают сами за себя, то есть намеренно идут на вред своего здоровья? Ну, очень хочется верить, что взрослые люди идут купаться сейчас, не тянут за собой хотя бы детей. Тем более, уже каникулы закончились, да, и дети находятся большей частью в школе. Вот, что детей мы не будем наблюдать уже на воды. У взрослых, конечно, вот эти все причины, что вы перечислили, они присутствуют. Совершенно неадекватно. Вот некоторые подходят с высокой самооценкой, что ли, к себе, что со мной ничего не случится. Но вы видите, вот, 51 человек в течение этого года, наверняка тоже у них мысли такие были. Да, что касается детей, то, опять же, мы неоднократно повторяем, что, прежде всего, ответственность за жизнь и здоровье детей ребенка несут их родители. И те случаи, которые вот пятеро погибших несовершеннолетних в этом сезоне, нельзя всю вот вину сваливать на спасателей, которые его уровень не заметили. Потому что их купание в неустановленных местах, нет там спасателей, есть только очевидцы, которые могут не прийти на помощь, либо не заметить. Ну, конечно. Есть происшествия, где дети отдыхали вместе со своими родителями. Вот вопрос, почему несовершеннолетние дети находились в воде, а родители не смогли им вовремя оказать помощь, значит, они находились не в близости от ребенка, они были на берегу и не следили за ребенком. Вот, было происшествие с маломерным судном, уже всем, да, известно, это на реке Соко, в районе населенного пункта Малая Царевщина. Тоже вопрос, это не место, это традиционное место отдыха, мы его знаем. Там не пляж, там достаточно небольшая акватория, и маломерные суда там находятся. То есть девочка купала, значит, на значительном расстоянии, опять одна, без взрослых аятов. Присмотры родителей, да. Родители должны понимать опасность купания в таких местах, что там и гидроциклы, и суда, у всех есть двигатели. Мы когда вот ведем беседы в учебных заведениях разного плана, там дошкольные, школьные, высшие учебные заведения, говорим, что весь отдых, это прежде всего бдительность, потому что у всех маломерных судов, катеров, есть движущая сила, это двигатель, а там лопасти. И попасть под него может ситуация, да. Конечно, затянуть волну элементарно может, находясь даже на каком-то расстоянии, да и вообще нельзя купаться. Это вот наглядный пример, который случился с ребенком, девочка 2010 года рождения, да, и чем это закончилось, мы все прекрасно знаем. Да, опасность, вот опасно в неустановленных местах. Основные причины я вот вам в двух словах вот так вот смогла рассказать. Да, по детям понятно. Скажите, а вот все-таки выясняются потом причины, ведь наверняка, если случай летальный и смертельный исход, потом выясняются причины произошедшего. В основном среди погибших взрослых это состояние алкогольного опьянения? Ну, отчасти это присутствует, да, я не буду совсем все подробности говорить, Ну, если мы будем обращаться к медицинским цифрам и медицинским заключениям, то непосредственно причина смерти утопления среди вот названных 51 погибших 6 человек. Да, остальных это причины, связанные с состоянием здоровья, то есть, либо с травмами полученными, травмы несовместимой жизни, полученные в воде. Состояние здоровья это и сердечно-сосудистые заболевания тоже, то есть, смерть наступила в воде. Ну, а травмы, вы имеете в виду, это необорудованные пляжи, когда люди прыгают, да, с различных тарзанок, возвышенности, и, конечно же, не зная дно, не лезть в воду. Потом лето у нас, сами понимаете, мы говорили, да, температура на воздухоокружающего 30 и выше градусов температура воды и с разбега, и немножко недооценивают свое состояние здоровья, и алкогольные опьянения тоже играют свою роль. Как бы ни говорили, но, к сожалению, повторюсь, 63 происшествия за этот год, 51 человек. Это цифра на сегодняшний день. Я хочу спросить вас, вот о таких происшествиях были ли они в этом году? Лично я, отдыхая на Волге, в этом году поразилось огромному количеству такого вида отдыха, как сабы. Причем и подростки, и взрослое население, пожилые люди, ну, то есть, вот такое сейчас повальное увлечение. Да, красиво, да, здорово, не требует каких-то определенных физических усилий. Ну, а были происшествия вот на таких видах развлечений? Были, происшествия были. Одно из них, к сожалению, закончилось трагически. Ну, это сабы, это экстремальный вид спорта. Это доска. Эта доска в переводе дословно грестистое. И использование их на территории, водной территории пляжа вообще запрещено. Если там купаются люди, особенно дети, то плавать на досках, иных плавательных средствах, и тем более там с веслом или чем-то грести, это запрещено. У меня логичный вопрос, Наталья Васильевна. Если запрещено, то почему столько было отдыхающих и катающихся на сабах? Вот на острове Зеленький отдыхали всей семьей. Значит, саб, тут рядом следом лодка, катер, и вот дальше уже большие суда, корабли. Как вообще это все? На этом острове традиционное место купания. Там не был задекларированный пляж. Там нет пляжа. Поэтому, пожалуйста. Поэтому мы вот сейчас как пытаемся внести изменения в действующее законодательство регионального характера, что о запрете использования, о запрете, допустим, в непосредственной ближести от сон, отдыха, от пляжей, пунктов проката этих досок. Почему? Потому что, ну, не секрет. Кстати, не дешевое это удовольствие. Про цену вопроса говорить не будем, но будем подходить с точки зрения безопасности. Потому что, когда вы платите денежку и вам дают в аренду эту доску, мало кто вас плачет. Какие у вас навыки плавания? Где-то, может быть, идет в нарушении никаких спасательных жилетов не выдается, и не секрет, мы тоже видели. Не спрашивается ни возраст, ничего. Они какие-то инструктажи не проводятся. Все это приводит к торгическим последствиям. А то, что это красиво, это романтично, да, вот это вот почему-то у наших граждан преобладает, что вот, ну, может быть, я упаду, я выплыву, или еще что. К сожалению, в этом году были эти случаи, где такого не случилось. И наше мнение в том, что вот этот вот новый вид отдыха, ему надо как-то законодатель, на законодательном уровне хотя бы нашего регионального значения, все-таки вносить изменения, что здесь можно, на Сапах можно плавать, это в тихих, несудоходных реках, где нет отдыхающих, где нет отдыхающих детей, где нет поблизости пляжей, каких-то детских оздоровительных учреждений с пляжами, где отдыхают дети. Навыки должны, инструктажи хотя бы по технике безопасности. Ну, конечно, спасательные жилеты. Спасательные жилеты, да. Возрастные какие-то ограничения по использованию. Вот это все с появлением вот новых видов отдыха, это все, на наш взгляд, нужно как-то вот менять законодательство, и мы над этим уже работаем. Продолжаем разговор. Лето закончилось, каникулы тоже. Скажите, а нужно ли сейчас соблюдать правила поведения у воды, если все пляжи сегодня закрыты? Как вы уже сказали, и температура воды, ну, далеко не комфортная для купания. После школы дети, да, сейчас поговорим о них, предоставлены опять сами себе. И если родители, мы сейчас с вами вот отойдем от городского округа Самара, у нас очень большая область. Конечно. И уважаемые родители знают, что иногда пути ребенка домой из школы проходят мимо водных объектов. Поэтому будем проводить беседы. В первую очередь это работы в семьях, с детьми надо проводить, родителям прежде всего, что сейчас к воде подходить небезопасно, во-первых, холодно, во-вторых, будет еще немножко теплая погода постоит, и мы будем уже с вами вести беседу о правилах поведения на тонком льду. Однозначно уже будут висеть везде другие аншлаги, что подход к воде запрещен, проход по льду запрещен. Поэтому лучше провести беседу, что у воды находиться и прокладывать свой путь, наверное, не стоит. Потому что, понимаете, это минутное дело, споткнуться, упасть или какие-то спасти, когда уже пойдет речь о спасении, то там речь пойдет уже о минутах. Ну а потом кто будет спасать? Неравнодушные прохожие? Да, один, может быть, как-то откликнется, а другой отвернется и пройдет мимо. Спасатели на пляже уже не работают, поэтому вопрос остается открытым. Если будут рядом очевидцы, и они найдут в себе силу спасти, то будет оказана своевременная помощь, и то еще будут, смогут ли они, имеют ли они навыки. В иных случаях, конечно, человек будет предоставлен сам себе. И хочется, чтобы родители, прежде всего, задумались о безопасности детей, провели хотя бы элементарную беседу, что лучше проложить свой путь по безопасным местам. Ну вот, кстати, что говорит опыт ваш? Ну вот сейчас, да, как вы сказали, 13 градусов. Купаться некомфортно, да холодно, что уж тут говорить. Зачем подростки, вот мы сейчас возьмем, если мы с вами говорим про школьников, в это время, в эту погоду лезут в воду? Пиар? Может быть. А, то есть красивые фотографии? Вот, понимаете, красивые фотографии, что-то доказать, вот, может быть, какие-то другие амбиции, может быть, как-то вот, очень много вариантов. Когда мы беседуем с ребятами непосредственно, вот, работая, они, знаете, какие случаи рассказывают, вот, смотрят ролики в интернетах, в других социальных сетях, где и на досках катая, где и по льду, и на досках. В общем, очень много случаев, а мы вот так же сможем, мы повторим. Мы всегда говорим, что, ну, это соразмерно тому, что вот давайте все будут прыгать, вот, для картинки с пятого этажа, в надежде на то, что они разобьются. Доросковый хайм, да? Да. Вот, может быть, и вы так же будете? Нет, мы так не будем. Почему же вы повторяете вот такие небезопасные трюки? Ответа нет. Ну, вот, нет ответа, и все. Сейчас, да, подходит осознание, когда вот мы беседуем, все прекрасно осознают. Как только попадается вот в какую-то другую среду, начинаются вот эти вот амбиции, а зачем, а ответа нет. Напоминаю, пять детей погибло. Вот сейчас вот как, что, почему это произошло? Расскажите об этих случаях, и давайте, наверное, конечно, предупредим, заранее профилактируя, чтобы, конечно, избежать таких трагических моментов. Ну, были две у нас, городской округ Сызрень, там зафиксировано два происшествия, в том числе, вот мы про САПы поговорили, да, это неумение плавать, это дети все находились на водных объектах без сопровождения взрослых. Ребенок, девочка утонул, отдыхая со взрослым, со своими родителями, находясь на территории базы отдыха, тоже не пляж, не смогли оказать помощь. Еще один случай, такой же аналогичный, отдыхал ребенок с родителями, заметили, что ушел под воду, не смогли вовремя, то есть время было утеряно, не смогли вовремя найти, оказать помощь, места не установлены для купания. То есть дети были, во-первых, какой возраст, и они были без жилетов, без нарукавников? Ну, жилеты, нарукавники – это не средство спасения, мы уже сколько раз повторяем. Он, по крайней мере, держит на воде все равно, но не даст уйти под воду, те же нарукавники, если ребенок не уверенно чувствует себя в воде. Вот знаете, как в случае, если мы берем большую акваторию, нарукавниках он там или в жилете, волной захлестнула проходящая от того, от того, что хлебнул воды, все, и потом начинается вот это состояние, потому что ребенок не осознает, он не кричать, ничего вам не будет, не махать руками, родители – не секрет. Мы при патрулировании тоже обращаем на это внимание, что все родители, больше 90%, я прямо не постесняюсь, эти цифры сидят в телефонах, в то время, как дети у них находятся в воде. Ну, то есть купаться только с ребенком? Маленький ребенок, да, только находиться с ребенком. На пляжах специально отведенные детские зоны. Если вы одели там нарукавники, жилеты, круги там, лягушатники, это мы про лето говорим, находиться вы должны при этом рядом с ребенком, рядом, чтобы в непосредственной близости, чтобы вовремя протянуть руку, у вас ребенок рядом. На расстоянии вытянутой руки. Да. Если ребенок совершеннолетний, как бы уже считается, там, 14-15 лет, все считают себя взрослыми, вот. Тогда уже нам сложно вот сказать вот это… Да, вот южский максимализм, когда «да ладно, мама, я сам, я умею, я уверен». Или родители уже уверены, что с ними ничего не случится, уже довольно взрослые. А оказывается, вот ситуации разные бывают. Все равно они у нас идут как несовершеннолетние. И вот по статистике они идут у нас как несовершеннолетние, хотя возрастной характер 14-17 лет, вот так вот. Ну, происходят вот такие, со взрослыми происходят, а там уже вот слишком взрослые, наверное, считают они сами себя, и родители надеются, что ребенок… Ну, то есть, Наталья Васильевна… Возвращаемся к тому, что взрослым и детям лучше, безопаснее купаться на специально отведенных местах на пляжах. Раз. Если вы отдыхаете на традиционных местах отдыха, особенно с маленькими детьми, соблюдайте правила безопасности. Не надо заплывать, где вы видите, что там и гидроциклы, и катера. Ну, подождите пока, вот они уплывут потом. Проведите беседу с детьми, что не надо плавать, отдыхаем вместе, недалеко плаваем, тут не бассейн, тут никто не следит, что никто нету, например, на реке Сок, нет там такого, что шлагбаум опустился, вот здесь купаются, здесь… Ну, а потом и течение, и холодные ручьи, то есть быть рядом на расстоянии, не выйти на руке, судоводителем, если вы судоводители, у вас у самих есть семьи, у вас у самих есть дети, ну, вы видите, что люди купаются, пусть это не пляж, но, пожалуйста, сбавьте скорость вообще до минимума, чтобы не было трагедии. Переходим как раз к вопросу про маломерные суда. Скажите, пожалуйста, происшествия какие были этим летом, ну, и, конечно, озвучите их причины. – Опять же, к сожалению, у нас произошло шесть происшествий с маломерными судами, в результате которых три человека погибли, один ребенок пострадал, мы про нее уже говорили, девочка 2010 года рождения, и два человека спасено. Основные происшествия, ну, вот прямо вот в сентябре было происшествие с маломерным судом, оно наглядно, когда двое судоводителей и пассажир не посмотрели, во-первых, в неустановленном месте находилось судно, во-вторых, они, конечно, ну, не обратили внимания на погодные условия. Там был захлест водой, судно опрокинулось, к сожалению, один человек погиб, один человек был спасен. – Спасен кем, Наталья Васильевна? – Выплыл сам. – Выплыл сам. – Да. Ну, там, понимаете, вот, нельзя же поставить вот спасателей или инспекторов возле каждой протоки. У нас очень много водных объектов на территории области. Если вы судоводитель, пожалуйста, в ночное время сейчас не нужно выходить на воду. – Ну, разве это не официальный запрет ночью? – Не рекомендуется, но есть ходовые огни, да. Но, опять же, если вы знаете акваторию, и огни ночного города очень они дезориентируют, а на воде тем более темно. Не выходить, не ходить по судовому ходу. Особенно хочется обратиться, вот сейчас начинается, как бы, период рыбаков, и у нас очень много звонков в той части, что вот у меня надувная лодка, вес ее меньше 200 килограмм, двигатель на ней, либо вообще не предусматривать, либо предусматривать до 10 лошадей, регистрировать их в реестре маломерных судов не нужно, но при этом это такое же маломерное судно, оно обязано следовать правилам пользования маломерных судов на водных объектах. То есть это исключается и стояние на судовом ходу, и плавание в темное время суток, и плавание без жилетов одетых. И, значит, судоводителям особое внимание хочется вот таких вот маломерных судов, что оно, как сказать, оно маленькое, надувное. Что-то случится или волной шансов погибнуть гораздо больше, чем на судне. Не берите с собой детей на рыбалке. Если у вас ребенок... Ну, либо соблюдать скоростной режим. Ну, там о скорости вообще речи не идет, это весельные лодки некоторые, большей частью. Да, и поэтому постарайтесь хотя бы быть в жилетах, и ребенка в жилет. И в таких местах, где нет ни скоростные суда не ходят, они тем более большие, то есть не судоходные реки. Либо вы акваторию очень хорошо знаете. Про суда, которые маломерные суда уже у нас регистровывают, то есть это маломерные суда, подлежащие государственной регистрации и используемые в некоммерческих целях. Заканчивается у нас период плавания, скоро закончится. Соблюдайте, пожалуйста, вот эти вот правила. Если вы отдыхаете, и погодные условия еще позволяют, про спасательные жилеты, про регистрацию, про прохождение технического осмотра, про сопровождение несовершенно маленьких детей взрослыми. Повторяем, это взрослый несудоводитель должен быть сопровождающий. Про правила подхода-отхода к берегу. Все про пассажиров вместимость и вообще грузоподъемность не забываем, потому что иной раз пассажиры в машине... Это же такая ответственность, не меньше, чем когда садишься за руль автомобиля. Пять человек сажает, шестой судоводитель, плюс поклажа, уже все нормы нарушены. Конечно, безопасность должна соблюдаться везде. И в отдыхе это прежде всего, потому что отдых с водой все связывают. Ну, как-то теряется бдительность совсем. А потом к трагедии это все приводит. Вот, кстати, скажите мне, пожалуйста, Наталья Васильевна, а сколько маломерных судов насчитывается у нас в области на сегодня? И вот вы сказали о специальных правилах использования их в осенний период. Может быть, вы озвучили не все? Ну, в осенний период, во-первых, сейчас уже навигация заканчивается, и судоводители готовят их к зимовке. Во-вторых, по числу зарегистрированных маломерных судов, сейчас с новым регламентом, зарегистрировать маломерные судно можно в любом регионе Российской Федерации. В Самарской области более 67 тысяч у нас зарегистрировано. Это и переходы права собственности, и вновь приобретенных маломерных судов. Очень много. И судовладельцы аттестовываются по более 50 тысяч у нас в насчетных. Ну, популярный вид отдыха в Одессе. Да, становится все более и более популярным. Хочется отметить, вот самое главное правило, наверное, и в осенний период, что скоростной режим соблюдаем, погодные условия учитываем обязательно. Акваторию, где мы собираемся отдыхать, знаем. Не используем сюда сейчас в темное время суток, при неприятных условиях. Я уже не буду говорить о состоянии алкогольного, наркотического и иного там опьянения. Это категорически запрещено. Ну что же, не могу я вас отпустить из сегодняшнего эфира, Наталья Васильевна, чтобы вы не рассказали о правилах безопасности на осенней рыбалке. Давайте, в основном, это мужская категория, мужчины, рыбаки. Послушайте, пожалуйста, женщины. Я не буду, вот прям, опять же, время у нас немного. Основной, уважаемые граждане, любители рыбалки, уходя на рыбалку, предупреждайте, говорите, куда, когда планируете вернуться, чтобы знали. Родственники, друзья, знакомые. Проверяйте, пожалуйста, наличие экипировки. Веревка. Ну, спасательный жилет, конечно, очень желательно. Во-первых, уже теплее в нем. Во-вторых, вас очень хорошо видно. Всем на акватории вы должны, желательно, чтобы вы знали. В плохом, плохое самочувствие, какое-то недомогание, болеете. Не надо выздороветь, и будете хорошо себя чувствовать. Пожалуйста. Алкоголь исключено. Ну, и, конечно, желательно это светлое время утром, днем, да. В темное время суток тоже. Ну, и проверять зарядку телефона, чтобы всегда быть на свежем. Ну, конечно, хочется, чтобы вы всегда рыбачили в какой-то компании, чтобы не было вот так вот по одному в неизвестном месте и так далее. А потом мы фиксируем вот такие происшествия очевидцами, извлечено тело. Ну, не буду говорить неустрашающе под конец все эти подробности оперативных мероприятий и донесений. Поэтому рыбачьте, пожалуйста, но с соблюдением основных правил. О вашей безопасности прежде всего должны заботиться вы сами. Ну что же, спасибо вам большое, Наталья Васильевна, за очень интересную, как всегда, информативную беседу. Очень хочется пожелать нам всем, чтобы цифры страшной статистики были как можно меньше. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин